Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 231. Отчего у человека слабоволие и малодушие? Может, злые духи приобрели власть на нём? Отвечает Игнатий Тихонович Латки. Нет глубокой веры и большого страха Божия. Когда горит твой дом или гибнет на твоих глазах трая скотина, можно увидеть такой всплеск энергии, отчитавшую слабовольным, что только ахнешь. Нужно трудиться над собой и не потворствовать своим прихотям. Не случайно сейчас в поликлиниках убрали со столов в зале ожидания брошюрки с описанием разных болезней. Расслабленная боль впитывает в себя только отрицательное. И я могу также заболеть, и я подвержен этим напастям. Советую прочитать Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека». Язычники в древности и сейчас нередко показывают чудеса силы боли, которым позавидует ни один христианин. Пример. На Олимпийских играх Лаврова в Денком уничался победителем. И именно в этот момент к нему пробирается листовой с фронта и сообщает «Твой сын погиб». Он медленно снимает венок и спрашивает «Который?» ему отвечает «Старший». Отец отвечает «Когда он родился, я уже знал, что он смертный, как и я». И торжественно надрузил венок на себя. У христиан главная задача не воли воспитать, а соделать свою волю, полностью сходной с волей Христа. Филиппийцева 2 глава 5 стих. Цитата. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Меня спрашивают недруги, наказывая ребенка, не подавляю ли я его волю, и смотрят на меня настороженно, хитро и осуждающе. Я отвечаю, что именно в этом и вижу свою задачу – истребить, испопелить и развеять дурную животную волю в ребенке и насадить божественную, святую и добрый опыт старших. К этим и занимались все пророки. Иеремия 1 глава 10 стих. Цитата. «Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Молодушие – позорное слово, мелкота души. Это грех и вина родителей и всех, кто жил рядом с ним. Испытания, беды и бедность только закаляют душу и не служат основанием для самооправдания. Пример. Ломоносов, Державин, Лихачев Дмитрий Сергеевич. Злые наклонности, злые качества, любит злой дух. Такая душа считается незанятой Христом. И в ней есть простор демона. В молитве Духа Святому мы ежедневно читаем, кавычки открытые, «Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Который всюду и все собой наполняет, приди, веселись в нас и очисти нас от всяких скверных и спаси благой души наши». Продолжение следует...